Привет, это канал I Like Pet. Я Таня. Последние несколько недель в интернете то и дело появляются новые мифы о домашних животных и коронавирусе. Неудивительно, что у владельцев питомцев сейчас очень много вопросов. Мы разобрались в самых популярных из них. Итак, представляем вам ответы на самые распространенные вопросы о домашних животных и коронавирусе. Могут ли домашние животные заболеть коронавирусом, а заразить человека? Что делать, если приходится лечь в больницу, а питомец остается дома один? Это лишь некоторые из популярных вопросов о коронавирусе и домашних животных. Мы внимательно ознакомились с документами Всемирной организации здравоохранения, изучили указы правительства, проконсультировались с ветеринарными врачами и готовы дать полноценные ответы. Итак, начнем. Да, домашние животные могут заболеть коронавирусом. Однако, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, питомцы болеют другим типом коронавируса, нежели люди. На данный момент нет никаких доказательств того, что этот вид вируса представляет опасность для человека. Самыми распространенными симптомами коронавируса у домашних животных являются расстройство стула с краплениями крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, диарея, вялость, снижение аппетита. При этом во многих случаях коронавирус протекает у животных бессимптомно. Также важно заметить, что в обостренной форме коронавирус вызывает у животных не пневмонию, как у людей, а энтерит. Если вы думаете, что ваше животное может болеть коронавирусом, покажите его ветеринарному врачу. В большинстве случаев специалисты для борьбы с коронавирусом назначают питомцам лекарственные препараты для поддержания иммунитета. Они необходимы для того, чтобы коронавирус не обострился и не перерос в коронавирусный перитонит, который может привести к летальному исходу. Как правило, питомцы заражаются коронавирусом от других животных или контактируя с поверхностями, на которых есть частицы вируса. Последними очень часто выступают верхняя одежда и обувь человека. Именно поэтому специалисты советуют ограничить доступ питомцу к вашей верхней одежде и обуви на время пандемии. Также важно не трогать животное грязными руками. На прогулку собак лучше одевать специальную одежду, а не лишним будет и намордник. Во время прогулки следите за тем, чтобы ваше животное не контактировало с другими животными и людьми. После прогулки обязательно нужно помыть собаке лапы, а по возможности искупать ее полностью. Согласно информации правительства, в нашей стране дефицита товаров из-за пандемии не будет. Поэтому паниковать и запасаться кормом для своих домашних животных на год вперед не стоит. Однако вполне разумно закупить корма чуть больше, чем обычно. Это необходимо сделать для того, чтобы сократить частоту ваших походов в зоомагазин. Самое главное, заботьтесь не только о физическом, но и о психологическом здоровье своего питомца. Не забывайте о важности привычного распорядка дня для домашнего животного. Соблюдайте обычный режим питания, игр и ухода. Все это положительно влияет на психологическое состояние питомца. Это один из компонентов хорошего иммунитета. Подумайте заранее о том, с кем останется животное, если вы заболеете и ляжете в больницу. Этот человек должен быть хорошо осведомлен о привычках вашего питомца. Идеально, если ваше животное знакомо с ним. Если вы по состоянию здоровья не можете выходить из дома, а питомцу необходимы прогулки, обратитесь к помощи волонтеров. Они могут не только помочь выгулить вашу собаку, но и при необходимости купить продукты вам и корм вашему питомцу. Таковы ответы на самые популярные вопросы о домашних животных и коронавирусе. Берегите не только себя, но и тех, кого вы приручили. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!